Всех приветствую! Немножечко о нашем жилье. Живем мы на 12-й слойке Джам Тиена в кондоминимуме Моунтин Три. Хозяин очень порядочный. Живем мы у него уже второй раз. Все очень устраивает. Огромная кровать у нас. Кушеточка, столик, обеденная зона, плазма, стол, рабочий, вентилятор, много всяких шкафчиков, аудиосистема. Мы ей не пользуемся, она нам не нужна. Вот еще шкафчик, вот еще шкафчик. Здесь, значит, у нас идет, сейчас я подсветочку включу, кухонная зона. А вот это санузел, душевая кабина. Они как бы умывалка. Мы довольны, нам очень жилье нравится. Есть электрочайник, есть даже гейзерная кофеварка. Очень много всяких вилочек, ложечек. Есть даже тостер, есть печка СВЧ. Ну, то есть полный набор, чтобы можно было жить и ни о чем не думать. Итак, теперь я вас веду на балконе. Хочу показать вам вид на паттайон с нашего балкона. Значит, что здесь мы видим. Во-первых, сам балкон. Сам балкон просторный, широкий вид. Погуретка, столик, два кресла. Ну, вот смотрите, значит, напротив нас какой-то отельчик или кондоминиум. Там, видно вам или нет, вот там прям наверху вот какие-то зелененькие такие зультики. Это бассейн. Бассейн не маленький. То есть, получается, на крыше кондоминиума, можно так сказать, бассейн. Так, ну вот теперь сам бит. Смотрите. Вот там вдалеке, не знаю, здесь, конечно, солнце отсвечивает. Может, не так видно быть. Потому что практически сейчас все дело движется к закату. Время полшестого вечера. Там далеки, а сиамский залит. Очень красиво. С балкона видно вот всю его голубизну, такой вот синего. Ну, в общем, впечатляет. Вот, вот. По улице люди идут. Ну, в общем, от нашего отельчика, то есть кондоминиума, до моря, до набережной Джантьен, ну, пять минут это максимум. Следующий вид. С другой стороны, здесь восстанавливают старые какие-то, то ли это общежития, то ли это, не знаю, в общем, что идет у них. Это восстановление, строят по полным ходам. Там сейчас живут рабочие. Здесь, значит, ПК-ресорт. Отель. Неплохой, кстати, тоже отель. И вот сама Сойечка. Она заканчивается, она не проездная. Тупиковая Сойка – это улица, если кто-то не знает. За счет этого здесь тихо, никаких барок, никаких гоу-гоу-зазывалок. В общем-то, спать очень комфортно. В общем, мы там. Как люди идут, видимо, с пляжа. Вот, поехал. Мотобайки здесь едет редко. Шума практически не слышно. Что-то хочу сказать насчет этого фонда, который прямо напротив нас. Насколько мы уже заметили, видно, не дешевая фонда, потому что практически все номера, они свободны. Может быть, в день кто-то один заселится, и то ненадолго. Ну, как бы вот так. Слышите, как птичка поет? Интересно. Ну, да, это Сойка. Вот едет Макашница. Это с фруктами. Макашница мне отсыдывает вопрос, что это фрукты. Едет, слышите, сигнал такой? Это она приглашает купить фрукты. Смешно немножко. А вот в бассейну кто-то пошел. Вот мальчик вышел, а какой-то дяденька пошел. Да, солнце, конечно, светит очень, я думаю, плохо будет. Вообще, конечно, очень красиво. Вы знаете, такие в Таиланде запахи своеобразные. Я не имею в виду, что там плохо пахнет, или как некоторые говорят, воняет в Таиланде. Вы знаете, во-первых, нужно понимать, что это Азия. Еще неизвестно, как бы у нас воняло, если бы у нас была такая температура. Меньше 35 здесь не бывает. И то тайцы очень чистоплотные. Они стараются. Ну, в общем, я не знаю. Мне здесь ничем не воняет. Я, как говорится, у меня предприятие, у меня капельная. Очень красиво. Жду мужа с массажем. Муж пошел делать массаж слепых. Есть такой у нас институт у нас в Таиланде. Ну, у нас, в смысле, на Джамтине. Мы сейчас же здесь живем, на Джамтине. Есть такой институт слепых. Там вот делают массаж неплохо. 182 целый час. То есть на наши деньги, на русские, это 360 рублей примерно. И они, прям, вот, вы знаете, они заводят часы себе от звонка и до звонка. То есть целый час делается на совесть добросовестный массаж всего тела. Если брать отдельно массаж головы и спины, то он, по-моему, слегка дороже. Вот. Ну, пойдемте опять, значит, в нашу комнату. Кондиционер охлаждает чудесно. То есть мы очень довольны. Вот. Сейчас, значит, по всем тайским каналам проходит так, как траур. В Таиланде умер король, который правил 70 лет. Кстати, ой. Это единственный король в мире, у которого гражданство США. Вот. И в связи с этим все каналы, в общем, все развлекательные каналы просто заблокированы. И вот изо дня в день крутят вот про жизнь короля. Каким он был в детстве, каким он стал потом. И, в общем, до его последних дней. Ну, в общем, вот еще раз немного издалека. Вот. Наша квартира. Ну, тут у нас, конечно, вещи. Сори за это. Картины вот такие висят. Комната 36 квадратных метров. Ну, то есть не комната, а квартира вся. Вы знаете, места предостаточно. Холодильник большой. Кондиционер LG. Вентилятором мы вообще не пользуемся. Вот, вредочка видно от балкона. Шторочки плотные. Матрас у него такой полиуретановый, из Японии. Он хозяин, вернее, покупал. У него здесь две квартиры. Вот он в каждую квартиру. То есть вот наша квартира и напротив еще живет наш товарищ. И там тоже такой удобный, очень супер матрас. Он есть прям, можно даже сказать, лечебный. Вот видите, крутит. Траур. Народ скорбит. Конечно, 70 лет человек был у Рубяна. Это целая эпоха. Ну, наверное, все. В принципе, больше нечего сказать. До связи. Пока.